Очень внимательно наблюдал за вашей миссией в Беларуси. И не только потому, что Германия – крупнейшая экономика мира, но еще и потому, что фигура посла очень интересная, и отношение ваше к Беларуси весьма позитивное, несмотря на то, что вы посол, и у вас есть определенная колья, рамки, за которые цивилизованный, грамотный человек никогда не переступит. Вы представляли здесь свою страну, представляли политику этой страны. Я прекрасно понимаю, что такое должность посла. Исходя из тех критериев, по которым оценивается деятельность посла, вы очень приличный человек. Более того, если оценивать поступки человека и события по фактам, за период вашей миссии в Беларуси, и это правда, произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте. За время вашей миссии почти на треть вырос товарооборот. Очень приличный рост. Но кроме товарооборота и наших отношений с Германией, у нас потеплели отношения в целом с Европейским Союзом. В Европейском Союзе Германия ведущая страна, а вы представляли Германию в Беларуси. Поэтому мы очень положительно в Беларуси оцениваем не только вклад Германии, но и ваш личный вклад в нормализацию отношений Беларуси с Европейским Союзом. Но, тем не менее, есть всегда вопросы. Как бы положительно ни развивались отношения, даже возьмите очень продвинутые наши дружественные братские отношения с Россией, тем не менее, масса вопросов, которые надо решать. Поэтому и с Германией, у нас и с Европейским Союзом, тем более с Европейским Союзом, есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам. Вы, конечно же, знаете эти проблемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!